Дорогая молодёжь, дорогие подростки, я вас сердечно приветствую. Я очень рад этой возможности быть вместе с вами сегодня в лагере. И слава Богу за то, что есть дождь, за то, что есть жизнь, за то, что у нас здесь тепло и уютно. Я, прежде чем, друзья, будем прикасаться к теме, о которой мы сегодня будем рассуждать, позвольте несколько слов сказать о важности общего пения. Вот смотрите, мы сейчас с утра уже немало песен спели. Вот чем отличается песня от проповеди? Песня — это проповедь, вот, 30-минутная, сжатая в 2-3 минуты. Вот иногда человек прослушает отличную проповедь, очень хорошую, но пройдёт месяц-два, а может полгода, и он даже одной фразы не может вспомнить с проповеди. Почему? Потому что много сказано. Но вот песня, она отличается от проповеди тем, что когда музыка ложится на текст, она имеет способность проникать в long-term memory. И бывает, человеку пройдёт, вот, 10-20 лет, 30 лет, у него строчки с общего пения всплывают в памяти. Это очень важно. Это очень важно. Вот почему важно не только петь, но и запоминать наизусть песни. Вы прекрасно поёте, очень хорошо у вас получается, но очень важно учить наизусть. Вот, допустим, за год вы выучили 5 песен с вашей группой. Через 5 лет вы уже сколько песен знаете? 20. 25 песен. Очень правильно. А если взять, например, 15-20 лет, у вас такая база в памяти песен. А потом, когда вы пожилыми уже будете, если Бог жизнь продлит, вот эти песни, которые вы учили в детстве, в юности, в подростковом периоде, они будут помогать вам получать назидание. Вот почему важно развивать свою память. Я всегда стараюсь петь наизусть. И в нашей церкви это уже как бы знают. Я однажды только помню, как чуть не опозорился. Знаете, как это было? Мы были в городе Жерезногорске и написали записку. Спойте, пожалуйста, эту песню. Ну, я вроде знаю песню наизусть и в какой-то момент забываю одну строчку с третьего куплета. И я взмолился. Вот когда первую строчку пел, Господи, пошли мне нужные слова. И я сейчас могу сделать такую длинную паузу, и все поймут, что строчка просто исчезла куда-то. И, знаете, Господь дал такую милость. Я перефразировал ту мысль, которая была там, на ходу. Но я с того времени для себя взял такое. Всегда у меня должны быть ноты, вот слова вот здесь. Но я часто без них пою. Я вам желаю, каждому из вас, учите наизусть общее пение. Учите как можно больше песен. Я знаю один брат, который знал 800 песен наизусть. Огромное количество песен. Поэтому вот так, условимся в следующий раз. Все группы, которые участвуют, memory, на память будем петь. Вы согласны? Будем стараться. Давайте так, вы согласны и будем стараться. Итак, наша тема сегодня, это тема верности. Друзья, прежде чем мы прочитаем тексты Священного Писания, я расскажу небольшую историю из моей жизни. Где-то год назад мы решили с семьей купить себе новую грильницу. Вот такое русское слово, грильница. Это грилл. Машина, которая продается, чтобы жарить мясо. Ну вообще у нас в семье мясо мы слабенько едим. Но я решил сделать прорыв. И думаю, куплю новую. И когда я открыл эту машинку, я ее купил, сказка. Я начал ее собирать. И у меня ушло два дня, чтобы ее собрать. Почему так долго? Я когда открыл инструкцию, я увидел огромное количество разных мелких запчастей, болтиков разной длины, конфигурации. И я сначала шел по инструкции. Вот собираю, читаю и делаю. А уже ближе к концу, я думаю, окей, мне сейчас логика подскажет. Мне не обязательно к инструкции. Я буду собирать так, как мне кажется, что оно правильно. Тем более, что уже запчастей больше половины ушло. И вы знаете, как я запутался? Я совершенно запутался. И мне потом полдня пришлось назад разбирать все, вернуться к инструкции и заново четко по инструкции идти до конца. Как важно по инструкции все делать. Вот в духовной жизни есть тоже определенная инструкция. И вот для того, чтобы дойти до конца и дойти успешно, очень важно держаться инструкцией. Я сегодня хочу с вами поговорить на тему или усилить эту тему, которую братья ваши, руководители предложили. Это тема верности. Посмотрите, я прочитаю только четыре слова. Запомните их наизусть. Или подчеркните в ваших библиях. Книга притчи – это книга мудрости. Кто желает стать мудрее, ему нужно каждый день по одной главе читать с притчей. Итак, книга притчи 28-20. Послушайте, какие четыре красивых слова. «Верный человек богат благословениями». Еще раз. «Верный человек богат благословениями». У меня вопрос. Поднимите руку, пожалуйста, кто записывает проповеди. Вот. Who is taking notes? Прекрасно. Хорошо, друзья. Будьте внимательны. Я сейчас определение верности как бы дам. И вы его запишите у себя. Кто может записать, запишите. Итак, мы с вами рассуждаем о верности. Мы прочитали. Верный человек, он богат. Он богач. У него нет миллиардов долларов. У него нет огромного количества недвижимости в мире. У него нет международной компании, корпорации. Но у него есть благословение. В чем это благословение состоит? Посмотрите. «Верность-это» – это постоянство и стойкость в чувствах и отношениях. Какое точное определение? Еще раз. Если вас спросят, что такое faithful или верность? Being faithful – это постоянство и стойкость в чувствах и отношениях. Нарушение верности – это измена. Вот тот человек, который изменяет, он нарушает верность. Все очень просто. Итак, друзья, прежде чем мы будем с вами рассуждать сейчас, у меня будет несколько пунктов. Я хочу сказать очень маленькую мысль, но она очень важная. Однажды Давид, когда посмотрел вокруг себя, посмотрел на людей, которые его сопровождают, на его царство, на его кабинет министров. Знаете, что он однажды сказал? «Как мало верных на земле». Это он сказал в Псалме 11. Интересно, почему такое заключение? Верных людей на земле очень мало. Верующих, друзья, очень много. Миллионы сегодня людей верующих. Но верных из них очень мало. И вот он смотрел вокруг себя, он не знал, кому доверить свое сердце. Один обманывает, другой предает. А третий делает вид, что он друг, а через некоторое время он резко уже не друг. У вас бывало такое, что вас друг предавал, проявлял неверность к вам? Вот мы об этом сейчас порассуждаем. Итак, это была маленькая мысль, что верных людей очень мало. Именно поэтому мы сейчас рассуждаем, и наша цель, чтобы каждый из вас, друзья, сегодня принял решение быть верным Богу. Being faithful to God. Хорошо. В чем выражается верность? Первое. Запишите. Верность – это постоянство. У меня вопрос. Вообще, кем вы восхищаетесь по жизни? Молодежь, подростки. У вас есть люди, которые для вас герои? Вообще герои бывают два вида. Есть герои близкого плана, а есть герои на дальнюю дистанцию. Ну, например, есть люди, которым я подражаю в нашей церкви. И каждый раз, когда я прихожу в черч, я смотрю, есть этот верный человек в церкви, обычно верный человек всегда на собрании. Это герой близкой дистанции. Обычно это пожилые люди. Мне нравятся дедушки. Мне нравится с бабушками разговаривать, с дедушками, потому что у них есть мудрость. Они иногда делают вид, что они не совсем понимают, о чем идет речь. Но поверьте, у них компьютер работает очень-очень хорошо. Они все прошли, все знают, у них есть хороший опыт. А есть герои верные на дальнюю дистанцию, которые, например, жили в 18 веке или в 19 веке. И мне очень нравится читать биографии верных людей, братья и сестры, друзья. Первое, что меня всегда удивляет и восхищает в человеке, это постоянство. Смотрите, вы постоянные люди или не постоянные? Are you flexible? Are you, ну, как можно сказать, consistent in your parents, в вашей жизни? Это очень важно. Однажды, вот один пример приведу из Библии. Была такая семья под фамилией Риховиты. Ну, может, фамилия или как сегодня так проще для нас. Однажды их отец давным-давно собрал всех в доме и сказал, дети, не пейте в вашей жизни вино. Вам запрещено пить вино. Постарайтесь, чтобы ни вы, ни ваши внуки, ни подростки, ни молодежь, никто никогда не подносил ко рту чашу, в которой есть вино. И он им объяснял, говорил, что когда человек пьет вино, он начинает путаться в сознании. А если он путается в сознании, то сатана может войти в его сердце. Потому что сознание, это как сторож, вот как security, который вчера переставали. Сознание, оно человека защищает от всего того, что может ему повредить. Это логика, это мысль, это чувство, сознательность, долг, вот и все. И вот он им сказал, и вы знаете, у него авторитет был очень высокий. И дети сказали, хорошо, папа, мы тебя будем слушать. И вот прошло 10 лет. Эти дети уже стали взрослыми, они поженились, у них появились свои дети. И они своим детям тоже сказали, не пейте никогда вина. И вот однажды над ними был сделан эксперимент. Библия говорит о том, что их позвали в дом Божий. Представьте себе, вас позвали в церковь, завели в братскую комнату. А эта комната была комната Господня. Там прямо написано, что это было место Господне. Я даже могу зачитать, смотрите, куда их завели. И перевели их в дом Господень, в комнату сынов Анана, сына Гадолии, человека Божия. Поставили перед ними полные стаканы вина. И начали их испытывать. Пейте вино. Но кто-то из них мог бы подумать, ну ладно, дома нельзя. Но это же церковь. Раз здесь говорят пить вино, значит можно. Попью. Но нет. Несмотря на то, что они находились в самом святом месте, один из них сказал так. Наш отец, который жил давно, он сказал нам, не пейте вина. И мы постоянно держимся этого повеления. Друзья, посмотрите, прошло 10, 20, 30, 40 лет, может быть, эти люди были верны своему слову. А я хочу спросить вас. У вас бывает так, что вы, когда вы находитесь в церкви, вы верные. Самые верные из всей группы, из всего класса. Вы готовы ради Господа страдать и выдерживать испытания десятилетиями. Но когда вы попадаете в школе, в какую-то компанию, может ли быть такое, что вы начинаете скашивать углы? Окей, но сейчас меня никто не видит. Можно немножечко погрешить. Я знаю, что говорить плохие слова нельзя. Но сейчас вокруг меня все говорят плохие слова. Ничего не будет, если я 5 минут погрешу. Бывало такое или не бывало? Можете не отвечать. Конечно же, бывало. Бог вас будет испытывать на постоянство, друзья. Но очень важно, чтобы вы были верны. Вот смотрите, то, что Богу не нравится, не нужно делать никогда. И вот сейчас в вашем возрасте вы закладываете определенные решения. Примите решение сегодня быть постоянным верным Богу. Это очень важно. Это очень важно не только с друзьями, но и с семьей. Особенно, когда вы перед компьютером находитесь. Или, возможно, когда вам показывают какой-то грязный ролик. Найдите в себе силы сказать, я не буду пачкаться. Я хочу остаться чистым. Я уйду в сторону. Если вы будете с постоянством это делать, то Господь вас благословит. Я помню один пример, который прочитал, может быть, в журналах лет 10 назад. История была такова. Смотрите. Недалеко от Сакраменто есть город Лос-Анджелес. Все знают, где этот город находится. Может, кто-то проезжал мимо него. И вот знаете, в этом городе давным-давно жил один удивительный человек. Знаете, как его звали? Его звали Артур Уинстон. Он 76 лет подряд проработал в общественном транспорте Лос-Анджелеса. Он работал в школе, где были автобусы школьные. И знаете, что он их делал? Он их мыл. 76 лет подряд. И за все 76 лет он только один раз пропустил рабочий день. Это было в 1988 году, когда умерла его жена. И он пошел похоронить. И вот когда он умер в возрасте 100 лет, Билл Клинтон, он был в то время президентом, он ему прислал такой сертификат, на котором было написано Лучший сотрудник века. Представьте себе, 76 лет подряд каждый день делать одно и то же. И за 76 лет пропустить только один день. Вот это постоянство. Что это? Это верность. Когда человек принял решение что-то делать, и он постоянно делает одно и то же. А бывает еще и так. Человек начал учиться, потом поменял один мейджор, второй мейджор, третий мейджор, а потом взял брейк и думает, через год я вернусь на учебу. Здесь начал зарабатывать, а потом, когда уже 30 лет, он понял, что зарабатывать мало, он возвращается обратно в колледж и сидит уже с лысинкой, все учатся, молодые такие, знаете, 17-18 лет, а ему лет 40, он возвращается в колледж. Потому что нет постоянства. Потому что начал, бросил, начал, бросил, взял одно, бросил. А потом осваивает 18-ю профессию и, в конце концов, выходит на вторую работу, потому что мало зарабатывает. Друзья, возьмите для себя в своей жизни быть верным. Верность выражается в постоянстве. Если ты что-то начинаешь делать, делай это долго. Мне очень нравятся люди, которые взяли что-то и делают его на протяжении многих лет. Я таких людей очень уважаю. Сам стараюсь быть таким. А если человек берется, потом меняет, знаете, перекати поле, скачет из одного тапика в другой, у него ничего в жизни не выйдет. Верный человек – это тот, который постоянно делает и всегда в этом пребывает. Я буквально недавно слушал интервью Уоррена Баффета. Он рассказывал, как он уже 70 лет занимается инвестицией. И он сказал такую фразу, но она мне очень понравилась. Я каждое утро делаю одно и то же. 70 лет. Вы можете себе представить? Ему уже сейчас за 90, а в возрасте 11 лет он впервые начал инвестировать. И я подумал, если человек, чтобы разбогатеть, проявляет такое постоянство, тем более мы, которые служим Богу, Бог сегодня хочет от нас постоянства. Он не хочет так, чтобы человек взялся за одно служение, а потом бросил, а потом ушел, а потом пришел. Если вы служите Богу, друзья, примите для себя сегодня решение. Окей, я буду читать Библию по 15 минут. Моя дистанция, первый год, это моя проба. Я попытаюсь в этом году ни разу не пропустить. Я хочу быть постоянным в чтении слова. Я буду постоянным в чтении Библии или в молитве, или в песне. Когда каждый раз прихожу в церковь, у меня есть с собой песня. Ее не нужно каждое собрание петь, можно через собрание. Но всегда человек должен быть готов. Итак, первое, о чем мы говорим, верность, она проявляется именно в постоянстве. Второе, запишите, кто пишет. Верность проявляется в стойкости, в сложных ситуациях. Вот когда обстоятельства очень тяжелые и сложные, а человек стоит твердо, в этом проявляется его верность. Я помню, этим летом во Флориде был шторм. И в некоторых роликах новостных я видел такую ситуацию. Стоит автомобиль, ветер, шокирующий по своей силе, мощности, с дождем обрушился на деревья. И вот стоят две пальмы на фронт-ярде, и две из них гнутся, 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 гнутся. И в какой-то момент одна падает, а другая раз возвращается. В какой-то момент одна так раз и легла, а вторая каждый раз возвращалась назад. И она всегда распромляла свои листья. Мне было приятно, я для себя отметил, стойкость в сложных ситуациях. Друзья, вы думаете, в вашей жизни не будет штормов? Если вы сегодня приняли для себя решение быть верным Богу, завтра же начнется вот такой ливень в жизни. Начнется шторм, один и второй. И друзья будут говорить, ты что, самый святой? Тебе что, больше всего это надо? Это будет проверка на вашу стойкость. Мне очень нравится одна история. Один из моих, так скажем, друзей, хотя он один из епископов в братстве нашем. Мы с ним в близких таких отношениях. Он рассказывал один случай про одного солдата. Послушайте, это очень интересная история, я сейчас хочу вам ее рассказать. Она именно вот по этой теме. Однажды один молодой солдат, который только принял крещение, был отправлен в армию. И вот в армию его направили, чтобы он был водителем командира. Но случалось так, что командир оставался в части, а его отправляли на дальнюю дистанцию, чтобы он какой-то груз отвез в другую воинскую часть. И вот при этом штабе было несколько девушек, которые работали именно в штабе, не в воинской части. И так как этот юноша, молодой солдат, он возил командира, он всегда парковался перед офисом. И так получилось, что он знал всех этих, которые работали в штабе. И вот однажды ему дают команду, тебе надо этот груз за 1200 километров отвезти без остановки. И с тобой поедет человек, который будет сопровождать по бумагам, он знает, куда нужно отвезти и прочее. И этот солдат молодой говорит, я сажусь в кабину, завожу свой огромный грузовик. И вдруг садится одна из девушек рядом. А там место для троих. Сижу я, потом его вещи некоторые, сумка, кошелек, ну атрибуты молодого человека. И дальше сидит девушка. И вот этот солдат рассказывает, мы едем, тишина. И я понимаю неловкость этой ситуации. Она абсолютно неверующий человек. У нее нет никаких ценностей в жизни. Она все свои ценности давно спустила, попрала, все давно потеряла. А я только принял крещение, я обещал Богу верность. И вот в какой-то момент она начинает с ним разговор. Заводит разговор на политику, на погоду. И вот мы едем, час общаемся. И вдруг я замечаю, она переводит тему на интимные отношения. И я-то понимаю, к чему она клонит. Я резко прекращаю разговор, просто вот так в стекло и еду. Она видит, что это попытка без успеха, едем дальше. И вот так ночь прошла, день следующий, ночь следующая. Погода была очень холодная, плохая. Ну почти как сейчас. Но только это было очень холодно, минус 15, минус 20 на улице. Она за всю поездку несколько раз пыталась увести его на нехороший разговор. Этот солдат говорит, а я внутри молился. Когда я вижу, что сложная ситуация сейчас, я просто про себя молюсь. И постоянно ухожу, ухожу, ухожу от разговора. И когда мы уже приехали, она говорит, ты знаешь, вот мы проехали долгий путь. Когда мы выезжали, я всем в штабе сказала, что я его сломаю. А они все знали, что он верующий. Говорит, я все буду стараться делать для того, чтобы он согрешил, чтобы он испачкался, по уши испачкался. И вот она это все делала, всю дорогу. А он остался верным. И мне это очень нравится, друзья, в вашей жизни тоже будет так. Вы сидите, покаялись, в хороших отношениях с Богом, с родителями в хороших отношениях. Вдруг смс-ка. Смс-ка от нехорошего человека, который, возможно, вас провоцирует, что вы начали разговаривать или переписываться на темы, которые вам пока нельзя. А потом придет время, можно, но это потом, не сейчас. И вот перед вами испытание. Что это? Верность. Проверка на верность в сложных ситуациях. Друзья, верность в взаимоотношениях. Это вот следующий пункт. Первый, о чем мы говорим. Верность проявляется в постоянстве. Второе. Верность проявляется в стойкости в сложных ситуациях. Вот когда мы говорим о сложных ситуациях, друзья, я хочу еще сейчас привести одну такую историю. Вот когда мы говорим о сложных ситуациях, здесь всегда проверка идет на взаимоотношения. У вас бывало так, что вы друзья с кем-то, и вы верны друг другу. Но когда приходит какая-то проблема или нужда, вы теряете контакт друг с другом. Вот часто верность, она проявляется именно во взаимоотношениях друг с другом. Вы сейчас еще пока не женитесь, замуж не выходите. Чуть-чуть пройдет времени, и вы начнете жениться. И вам всем захочется иметь верного спутника жизни. Человека, на который вы можете полностью положиться. Конечно, очень печально бывает, когда человек, например, женился, а человек, с которым он, где-то неверен. Но вы знаете, откуда закладывается основание? Сегодня вы, каждый из вас, как вы посеете, вот так вы и будете потом пожинать. Это очень важно. Итак, верность в постоянстве, верность в стойкости в сложных ситуациях. Я хочу сейчас привести пример, как верность проявляется во взаимоотношениях. Вот представим себе два друга на войне. Сегодня военная тематика, она распространена. Я совершенно не хочу за войну сейчас говорить, но я хочу рассказать одну историю, которая мне очень-очень нравится. В Израиле в 70-х годах жил юноша один. Он служил в спецназе. Его фамилия была Нетаньяху. Это родной брат сегодняшнего премьера министра. Я за него как-то очень много читал и смотрел некоторые ролики про него в ютубе. Мне нравилось вообще, какой он вообще. Бесстрашный, верный, твердый. И вот однажды он попал в такую ситуацию. Один из его друзей, который был тоже начальником, командиром одного из полков, они прошли далеко в Сирию в наступление. И случилось так, что на них напали враги. Разбили всех. Четверо из его воинов. Они полностью умерли, погибли там. А командир и его водитель остались возле разбитого танка. На следующее утро, когда они пришли в себя, они тоже были без сознания. Они отрапортовали в штаб, что живы и не знают, как добраться домой. А место это постоянно было под обстрелом. И вот в этот момент, когда начальник штаба, он сам свидетельствовал, когда, говорит, мы ломали голову, как спасти командира, как туда пробраться, везде стреляют, на вражеской территории, а там двое наших людей сегодня умирают, но и они еще живы. И в этот момент заходит Янафан, так звали этого юношу. Он зашел, у него одежда была вся грязная, он только вернулся с одного задания. И когда он услышал про это, он понял, что его друг в опасности. И он обращается к командиру и говорит, доверь это дело мне. Я знаю, где они находятся, я проберусь и спасу. И вот они на двух броневиках под обстрелом доехали до этого места. Эти двое раненых ползком добрались до машины. И под обстрелом они их загрузили в машину и добрались до Израиля. И вот когда этот, которого спасли, он говорил так, уже когда погиб этот Янафан, а он в следующей операции был сам в числе погибших, он рассказывает так, у меня родилась дочь. И я ее называл Йони. Это короткая, short version of long name. Йони. Говорит, каждый раз, когда я зову эту девочку, и она выходит из другой комнаты, он говорит, я вспоминаю своего друга, который меня, находясь на вражеской территории, тяжело раненого вынес из-под обстрелов. Он спас меня ценой своей жизни. Удивительный пример. Друзья, верность проявляется именно в этом. Сегодня очень часто друзья кидают друг друга. Верные пока все хорошо. Пошло что-то не так, у меня есть еще 10 других друзей. На фейсбуке открываю страничку, у меня там 700 друзей, а в реальности ни одного из них. То, что в фейсбуке или в инстаграме показаны друзья, это не означает, что они еще your friends. Они просто люди, которые идут рядом с вами. Вот и все. А верный человек, он проявляется именно когда тяжело. Когда вам сложно, когда плохо. Верность проявляется во взаимоотношениях. У нас еще 5 минут есть. Я хочу рассказать еще последнюю такую историю, друзья. И потом мы будем молиться. Верность своим принципам. Итак, это 4-й последний пункт. 1. Верность проявляется в постоянстве. 2. Верность проявляется в стойкости. 3. Верность проявляется во взаимоотношениях. 4. Верность проявляется в принципах. В Библии есть удивительные взаимоотношения двух противоположных людей Каждый раз, когда мы читаем про них в Библии Друзья, вот их взаимоотношения вызывают море вопросов Это Саул и Давид Вот посмотрите Однажды, когда Саул почти-почти потерпел поражение с филистимлянами Давид полностью спас результаты этой войны Он спас Израиля от поражения Но Саул, находясь в дружеских отношениях с Давидом, начал ему завидовать И вот перед Давидом была сложная задача И идти на поводу у Саула или остаться верным своим принципам Посмотрите, первое покушение Саул хочет убить Давида Второе покушение И вот интересно, что когда у него была возможность убить Саула А по-человечески, по-мирски говоря Если бы Давид тогда убил Саула Он бы не согрешил Потому что он спасался от опасности Это была самооборона Но посмотрите, как поступает Давид Он говорит, я руки свои не подниму на помазанника Божьего О чем это говорит? Это верность Верность принципам Божьим Молитесь за врагов Благословляйте обижающих вас И Бог сделал так, что рука Саула не дотянулась до Давида А Давид пошел следующим на царство Именно потому, что в нем был высокий дух Друзья, сегодня мир предлагает свою верность Один говорил так, человек, неверующий У меня есть принципы Но если они вам не нравятся, у меня есть другие принципы В Библии не так Библия говорит, что у нас есть одни только принципы Человек должен жить по принципам Евангелия И вы знаете Даже самый верный человек на земле Может проявить неверность Апостол Павел так сказал Если мы неверны, то он пребывает верен Ибо себя отречься не может Друзья, самый великий пример верности Это Иисус Христос Вот сегодня идет дождь А вы задумывались, что в соседнем доме, возможно, каждый день проклинают Бога В доме через этот дом, возможно, каждый день совершают идолопоклонство Грешат, мерзости творят разные Гневят Бога, оскорбляют Его в лицо Но Бог, посмотрите, как Он поступает Он не только на наш лагерь посылает дождь Написано, что Он посылает дождь на праведных и неправедных И даже когда люди бывают десятилетиями, оскорбляют Его Это на Его верность никак не влияет Он все равно верен Своим благословением Это делает только Иисус Христос Поэтому в вашей жизни, друзья Когда будет проверка на верность Я каждому из вас желаю быть верными Богу В школе, на учебе, в церкви будет проверка Проявляйте постоянство, проявляйте твердость Во взаимоотношениях и также ваших принципах И Господь вас благословит Итак, мы сейчас будем молиться И хочу обозначить тему нашей молитвы Мы помолимся, чтобы Бог сделал нас верными Каждый из нас, кто желает быть верным Я приглашаю всех к молитве Мы вставшие будем молиться А те, которые принимают в своем сердце решение сейчас Я хочу быть верным Богу Я хочу до конца служить Ему Я хочу быть верным Ему до смерти Друзья, проходите вперед, помолитесь вслух И вот когда вы будете молиться Вы будете давать Богу обет, обещание И Господь вам поможет это совершить Призываю, во-первых, мальчиков Ребята, пройдите Самое важное качество в мужчине Это отважность, это смелость Пройдите, будьте смелыми Помолитесь Богу, и мы вас поддержим Девочки, проходите так же Кто желает помолиться Богу Кто желает быть верным Богу Проходите Кто желает помолиться Богу